Приветствую всех любителей спорта и физкультуры. В эфире крайний летний выпуск спортивной программы Реальный спорт Ульяновский. Я ее ведущий Михаил Ирсашанский. Сентябрь же стучится в окно. Это значит, что нужно поговорить о том, как наши спортивные объекты готовы к новому учебному и спортивному сезону. И поможет нам в этом сегодня наш гость, директор областного управления спортивными сооружениями Андрей Савосин. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Доброе утро. На наши стадионы и фоки мы заглянем чуть позже, через несколько минут. А сейчас мыслями и сердцем давайте перенесемся в Токио, где стартовали 16-е Паралимпийские игры. Андрей Владимирович, успеваете следить за выступлениями наших ребят? По возможности стараюсь смотреть. Самое главное, что у нас участвуют три наших земляка. И надеюсь, что они вернут достойно, с медалями. Ну, а очень много смотрел предыдущую Олимпиаду настоящую. Было действительно интересно. И выступили достойно, я считаю. Ну, ваши слова, да, как говорится, богу в уши. Ну, а мы на пару минут присоедимся к акции в поддержку ульяновских и всех остальных российских паралимпийцев, которые сейчас в эти дни выступают в Токио. Телом в Ульяновске, а мыслями в Токио. Это про тренера Алексея Михалкина, воспитанники которого в эти дни соревнуются на 16-х Паралимпийских играх в столице Японии. Никита Катуков и Анастасия Соловьева бьются за награды, прыжка в длину и в беге. Впрочем, у Михалкина и в Ульяновске дело не в проворот. Аккурат с Паралимпиадой в Токио на Центральном стадионе Труд стартовали вторые областные паралимпийские игры для детей. Церемония открытия, конечно, скромнее, чем на Японских островах. Но главные атрибуты, флаг Паралимпийского комитета и, конечно, Олимпийский огонь в программе действия обязательны. Ни одной секунды не сомневаюсь, что те ребята, которые сегодня будут соревноваться в Ульяновске, со временем привезут медали с Олимпийских, Паралимпийских игр. Одна даже стакановая, что стоит. Ее хоть на беговую дорожку выпускай, хоть на борцовской татаме. Она и там, и там выиграет. Поэтому талантливые ребята у нас есть. У нас есть адаптивная школа. И условия для занятий и для совершенствования у нас очень даже неплохие. На старт! Парш! В календаре региональных спортивных событий Паралимпийские игры среди детей дебютировали два года назад. Тогда, в 2019-м, еще не было ограничений из-за пандемии. Посему с награды соседались более 300 участников. Сегодня чуть больше полусотни. Но главная задача стартов – объединить ребят из различных учебных заведений с помощью спорта осталась неизменной. Как бы это их еще адаптирует уже для жизни дома. Они рассказывают своим родителям, друзьям, если в интернате, интернатам. И это как бы вот потихоньку-потихоньку вытягивает людей, вытягивает из вот этой вот болезни. И они забывают об этом. И становятся они вот как все обычные люди. Спринт на 60, 100 и 200 метров. А также прыжки в длину с места. Программа областной паралимпиады скоротечна. Многие участники стартуют в нескольких дисциплинах. На первых ролях – воспитанники тренера Вячеслава Романова и с 89-й школы-интерната. Дмитрий Улюшев убедил беги на дистанции 60 метров и в прыжках. Его результат превзошла Дарина Минкина. У нее своеобразный хитрик из побед в прыжках, а также в беги на 60 и 200 метров. Андрей Владимирович, как мы видели, акция в поддержку паралимпийцев проходила на стадионе «Труд», который входит в структуру вашего управления. Как насчет готовности арены и всех остальных ваших фоков к новому спортивному сезону? И с какими трудностями приходится сталкиваться вам, как руководителю такого большого спортивного хозяйства? Стадион «Труд» называется «Труд». На самом деле центральный стадион. Он должен быть лучшим стадионом у нас в области. И он это подтверждает уже четвертый год. Потому что наш футбольный газон хвалит все команды. И премьеры лиги, и первые лиги в прошлом году, которые приезжали, и, конечно, второй лиги. Мы стараемся поддерживать хозяйство. В общем, там очень хорошие специалисты у нас работают. И руководители, и агроном. Другие объекты у нас тоже сейчас полностью готовы. Один объект у нас остался, который до сих пор пока закрыт на техническое обслуживание. Это фокус «Звездный» в Николаевке. Но это связано с тем, что именно на конец августа у них такой провал по посещаемости. Вообще у нас за правило сделано так, что мы с мая месяца, с конца мая до начала сентября закрываем поочередно все объекты. В общем-то, где-то это занимает у нас от двух до трех недель. Делаем полноценное ТО, подкрашиваем, подбеливаем, что-то ремонтируем, что-то закупаем. Поэтому к первому сентября все объекты будут готовы. И чтобы не быть голословными, давайте отправимся на парочку ваших объектов. Фокус «Союз» и «Ледовый Фок-Лидер». Фоку «Лидер» в этом году 11. Каждое лето в арене топит лед ради профилактики оборудования. Так было и на этот раз. Причем из-за аномальной жары техническим работникам пришлось серьезно потрудиться, чтобы вновь залить площадку. Но в планах администрации усовершенствовать систему и летние простои сократить в несколько раз. У нас в следующем сезоне запланирована модернизация «Лидера», чтобы мы перешли, скажем, на заливку раз в три года, не размораживать лед. То есть планируется в бюджете завести деньги. И также запланирована модернизация холодильной установки. Кроме профилактики ледового оборудования, уходящим летом в «Лидере» подновили раздевалки. В них установили фермы с удобными вешалками, мягкими сидениями и ящиками для спортивного инвентаря. Также заменили покрытие, по которому посетители ФОКа следуют в коньках из раздевалок к ледовой площадке. О новой дополнительной раздевалке мечтает и ФОК «Союз», что в железнодорожном районе Ульяновска. Директор спортивного комплекса Виктор Машков констатирует, зимой ФОК приходит столько народу, что яблоку упасть негде. Объем и в кикбоксинге хороший тренер работает, и в хоккее, и в футболе. Контингент у нас большой. И взрослые зимой 14 команд играют всю зиму. Я мечтаю о той раздевалке, которая была на чемпионате мира. Нам бы такую, но моему счастью не было бы предела. В целом «Союз», который ввели в эксплуатацию пару лет назад, полностью готов к новому спортивному сезону. Вместо косметического ремонта, которое пока не требуется, здесь обустраивают прилегающую территорию. Уже открыли собственную аллею чемпионов с именными елями чемпиона мира по хоккей с мячом Николая Фанасенко и мастера спорта международного класса Владимира Терехова. Андрей Владимирович, в продолжении темы, скажите, каких спортивных объектов, на Ваш взгляд, не хватает у нас в области? И если бы у Вас были неограниченные финансовые возможности, с чего бы начали? У нас однозначно не хватает центра олимпийских видов спорта, где базировалось от четырех до шести видов. И это был полноценный объект, который востребован был в Ульяновской области нашим спортсменам. Конечно, не хватает большой ледовой арены. Как мы хотели построить третяк-арену, чтобы она была на две площадки, где-то на полторы, максимум три тысячи зрителей, чтобы можно было проводить серьезные спортивные соревнования по хоккейу с шайбой. Потому что это все-таки серьезный спорт. Конечно, не хватает такого знакового дворца, дворца борьбы, как винника. Почему? Потому что у нас есть большая история и великолепная история. Я думаю, что наши борцы заслужили такой хороший объект. Ну и не хватает бассейна 50-метрового. Это вот то, необходимое, которое должно быть. Но в связи с тем, что я игровик, конечно, хотелось бы еще дворец игровых видов спорта, где волейбол, баскетбол, ручной мяч и тому подобное. А вы мастер спорта страны по хоккейу с мячом, а в детстве играли во дворе? Все мы в детстве играли во дворе, и двор у нас был спортивный. Оттуда, можно сказать, мы не вылезали, не уходили. Мы сами чистили площадку, сами ее заливали, сами за ней ухаживали. Более того, кто не принимал участие, мы их просто на поле не допускали. Поэтому все мы оттуда выросли. И я думаю, что это было всегда правильно. Спорт вырастал именно во дворе. Да, так часто бывает, что звезды спорта свои первые шаги делали именно на дворовых спортивных площадках. Поэтому про них всегда и говорят герои с нашего двора. Молодые и успешные на улице Гончарова в Ульяновске открыли аллеи с именными билбордами 16 воспитанников детских спортивных школ. Так регион присоединился к всероссийскому проекту «Герои с нашего двора». Ребята занимаются, прикладывают определенные усилия. И чаще всего они их просто не знают. Они ходят, такие же обычные дети, как и все остальные, но они уже достигли какого-то результата. И они своим примером должны показать другим детям, что есть к чему стремиться и можно развиваться в разных сферах. Спортивная гимнастика и бокс, тэквондо и легкая атлетика, дзюдо и плавание. Большинство в геройском списке представители олимпийских видов спорта. Среди них пловчиха Ариадна Фролова, двукратный призер первенства России. Боксер Шанзуфро Умарбекова, победительница первенства Европы. А также борец горекоремского стиля. Восьмиклассник из Иссияжья Егор Вассияров. Для меня важно, потому что это плюс какой-то для меня в будущем. Я почувствую гордость. Моя мечта стать олимпийским чемпионом. Эта мечта достижима, если трудиться, не покладая рук, заниматься и все получится. Пока же в послужном списке Егора победа в первенстве Привожского федерального округа. К этому успеху он шел долгих семь лет. Вернее не шел, а пахал шесть раз в неделю на тренировках в своей родной четвертой спортшколе. Бок о бок с ним занимаются еще десятки сверстников. Но именно Егора тренера ставят в пример другим подопечным. Характерный парень. Он старается выполнять все до конца. Пришел он такой крупненький, такой пухленький. Потом начал заниматься, тренировался. И потихонечку, потихонечку, помаленечку начали приходить результаты. Герои с нашего двора – проект федеральный. Его инициировали и реализовали сначала в Екатеринбурге, а потом еще в нескольких регионах страны. Ульяновские активисты говорят, что список из 16 героев не окончательный. И попасть в него в скором времени смогут не только олимпионики, но и представители неолимпийских видов спорта. Я думаю, этот проект долгий, длительный. Он насчитывает уже шесть серий уже в других регионах. Мы только подключились и постепенно будем реализовать эти серии тоже. И здесь у нас в Ульяновске и в Ульяновской области. Димитровград на Ульяновск-Барыш. Проект не ограничится только областным центром. Гарантируют его инициаторы. Потому что настоящие герои, прославляющие делами и победами свой родной край, как правило, выходят из простого двора по соседству. Проблема представителей зимних видов спорта. Как сохранить спортивную форму летом? Вот вы, как представитель зимников, чем предпочитали заниматься летом? У нас все было просто. Летом мы играли в футбол и в хоккей на траве. Потому что другого как бы не было. Но я считаю, что игровые виды спорта, кто занимает игровыми спортом, они должны уметь играть во всем. И в волейбол, и в баскетбол, и в ручной мяч, и в хоккей. И все что угодно. Почему? Потому что спортсмен должен быть разносторонним. Ну а как он должен готовиться летом, чтобы улучшить свое? Это, в первую очередь, должен быть он сам заинтересован. И, конечно, его тренер. Жаркая пора сейчас и у стреляющих лыжников. В эти дни в Чехии проходит чемпионат мира по летнему биатлону, в котором участвует и наш ульяновец Роман Сурнев. Его коллеги по сборной области тоже не сидят без дела. Каждые 30 секунд на трассу биатлонной базы «Заря ОУ» уходит новый участник. Все они борются за путевки на первенстве России по летнему биатлону. Региональный старт начинается с самого сложного – кросс-спринт. Огневых рубежей, как обычно, два, а вместо лыжероллеров – кроссовки. Вообще в биатлоне тяжелее стрелять с кросса, так как это больше пульс поднимается, да и вообще тяжело. Именно стрельба едва не подвела к главному фавориту в одной из возрастных категорий Айдара Абдулина. На лёжке Димитровградис допустил пять промахов, потом, правда, собрался и на стойке обошёлся только одним молоком. Куда точнее стреляла победительница среди девушек Анна Батманова. Девять закрытых мишеней и всего один промах. У многих такое есть, когда ты четыре идеально стреляешь, и пятый промазываешь, потому что не доработал концентрацию, уже был в гонке головой. Если был 0-0, не было бы работы над ошибками. А вот сегодня есть опять габарит, опять промах, и вот есть над чем работать. Как работать над этими самыми ошибками, знает двукратная олимпийская чемпионка Анна Багалий, главный гость областного первенства по летнему биатлону. Во время гонки она всё время на рубеже. Все недочёты участников снимает на телефон, дабы указать на них во время долгожданного мастер-класса. Ещё есть ошибка у молодых спортсменов, у маленьких. Ноги складывают либо вместе. Видели такое? Вы должны всегда представлять, что у вас вот здесь вот одеты лыжи зимой. Потому что если вы научитесь неправильно, некоторые спортсмены делают вот так и прочие-прочие ошибки допускают. Для Багалий нынешний визит в Ульяновск второй за последние полгода. Зимой она также давала мастер-класс и во время упражнений также делила участников на команды. Даром, что свои две золотые олимпийские награды в 2006 и 2010 Анна Ивановна завевала именно в эстафетном квартете. Командная борьба, если человек действительно такой ответственный, серьёзный, она даёт больший толчок для развития. Когда контактная работа, она стимулирует на рост результата. Если человек психологически может, то он справляется. И я за контактные гонки, потому что это движение вперёд, и в том числе движение вперёд в мировом биатлоне. Полтора часа длится мастер-класс Анны Багалий. И она снова исключительно на рубеже. Теперь же не с телефоном, а с подсказками. Целимся, целимся, со спуском работаем, работаем плавно, плавно, дожимаем, дожимаем. У вас-то устойчивость должна быть железная уже. Насколько плодотворным получилось сообщение со знаменитой спортсменкой, наставники ульяновских биатлонистов узнают совсем скоро. В следующем старте первенства в Ульяновской области его участникам бежать гонку на лыжероллерах с четырьмя огневыми рубежами. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. У нас в гостях сегодня был реальный директор областного управления спортивными сооружениями Андрей Савосин. Ну а с вами был Реальный спорт Ульяновск. До свидания. До свидания. Будьте здоровы, занимайтесь спортом и приходите на наши объекты. Продолжение следует...